всем привет дорогие друзья с вами михаил бычков вы смотрите канал видео смайл и сегодня у нас свежий урок по афтер эффекцию мы будем учиться создавать заставку для инстаграма в стиле playstation небольшая предыстория сегодняшнего урока как вообще эта тема пришла мне в голову я совершенно случайно набрел на instagram playstation ru кстати можете зайти тоже подписаться посмотреть и посмотрел как они вообще оформляют посты то есть всякие промо ролики для новых игр акций там и так далее и мне очень понравилось что они везде используют свою айдентику то есть свою какую такую собственную стилистику а именно это геометрические фигуры которые есть на джойстике от playstation то есть это квадрат треугольник рук и крестик если не изменяет память в общем вы сейчас на своих экранах скорее всего видите что-то похожее и я подумал что это крутая тема для того чтобы рассмотреть ее именно в автор эффекции потому что конечно можно трехмерные фигуры делать и в синими или в другом 3d редакторе но именно в автор эффекции можно сделать целиком всю полностью заставку плюс еще вставить туда видео сделать небольшой монтаж в общем на мой взгляд получилось достаточно прикольно и результат вы видите сейчас у себя на экране ну а перед тем как мы начнем я бы хотел порекомендовать монитор банки у пиди 2720 you именно на нем я записываю этот урок это монитор из профессиональной линейки компании банки он которая разрабатывала его специально для тех кто занимается графическим дизайном монтажом фотографии ну и для нас с вами друзья то есть для мошен дизайнеров из основных характеристик этого монитора это разрешение 4k ultra hd и диагональ 27 дюймов также монитор поддерживает новые стандарты цветопередачи p3 и dcp 3 поэтому смело можно сказать что этот монитор обладает эталонным качеством цвета он предлагает также подключение через thunderbolt 3 но из всяких дополнительных фишек это режим темная комната технология flicker free которая позаботится о вашем зрении ну и конечно же эргономичный дизайн так что если вас заинтересовал этот монитор то переходите по ссылке в описании ну а мы начинаем поехали итак друзья давайте начнем с того что еще раз посмотрим на нашу композицию и определим три такие основные составляющие из которых она состоит и постепенно которые мы будем с вами создавать первое непосредственно появление вот этих вот элементов и переход на видео вот он далее у нас идет такая абстрактная геометрическая фигура которая напоминает чем-то джойстик от playstation а и тоже там по фларе происходит переход на последний уже кадр где у нас идет просто выход на логотип ну по факту его можно собрать из основания композиции то есть вот из этого просто удалив лишний элемент так что если вы разберетесь с этим то дальше уже никаких проблем не должно быть начинаем мы с чистой композиции я взял квадратную основу 1080 на 1080 но обычно для инстаграма чаще всего такое используется хотя конечно там есть и другие разные разрешения которые вы можете посмотреть в интернете и начнем мы с создания фона давайте возьмем solid control y нажимаем я выбрал такой темно-синий оттенок но просто один цвет скучно использовать поэтому я нарисую здесь еще некоторые градиенты давайте заблокируем пока этот слой просто можно взять инструмент перо выбрать какую-нибудь заливку у светло-голубого оттенка предположим и просто накидаем как мы это себе видим все не хочу ровный градиент я хочу искривленный с этой стороны чуть поближе и где-нибудь здесь еще один такой же неровный пускай будет так я возьму эти два слоя в при композицию градиент окей и здесь сверху накину на него эффект fast box блюр для того чтобы это все дело размыть и получить вот такой вот переход нажимаем вот эту галочку чтобы края не размывались побольше это сделать и дальше просто по прозрачности слегка увести все это дело чуть-чуть поменьше сделать можете там 50 процентов 30 процентов ну то есть смотрите уже сами при этом если вы хотите оживить этот градиент зайдем внутрь то вы можете очень просто давайте только от центруем вот эти точки ну примерно где у нас располагается наша фигура так и для этого где-то здесь так вот вы можете очень просто накинуть экспрессионы на позицию и на поворот сейчас вызовем и позицию поворот для каждого из слоев сальтом просто пишем здесь expression вигал круглых скобках ну давайте 0.5 это наша частота будет и амплитуда но я не думаю что она будет большая где-нибудь там 10 то есть вот у вас слой начал так немножко плавать в пространстве если хотите можете побольше поставить 25 предположим в общем можно поиграться с этими значениями и градиент уже будет не статичный потом можно правой кнопкой мышки copy expression only и вставить на этот слой то есть вот какое-то там микроизменение есть плюс на размытом варианте это все будет еще менее очевидно и незаметно правда мы сейчас сталкиваемся со следующей проблемой видим так называемый эффект бендинга это когда просто не хватает оттенков для передачи градиента и он превращается в такие полоски бороться можно следующим вариантом во первых можно поднять битность проекта для этого нажимаем вот сюда так и здесь вот смотрите если мы ставим 8 бит то здесь но он прям очень такой очевидный этот эффект некрасиво все смотрится можно приподнять до 16 чуть-чуть стало поаккуратнее и сверху еще если создадите adjustment player control alt y и можно просто накинуть эффект noise хотя можно его потом накинуть на всю композицию целиком уже как post effect но давайте сделаем это сейчас совсем чуть-чуть буквально там где-то два процента он видите подмешивает такое зерно зернистое изображение получается но при этом все проблемы сразу же пропадают если мы сейчас нажмем play то практически этого эффекта незаметно дальше вы уже можете настраивать под себя какие-то дополнительные градиенты то есть я еще делал отдельно темный градиент просто можно так взять нарисовать какую-нибудь фигуру с этой стороны и с этой стороны и точно также давайте положим только под adjustment накинем на нее эффект fastbox блюра по факту это если проводить аналогию с photoshop это просто замены кисточек то есть вместо того чтобы рисовать здесь кистью вы просто создаете фигуру и размывайте и может быть кому-то это покажется немного немного странным потому что photoshop это естественно быстрее делается но зато у вас здесь полный и тотальный контроль над всеми фигурами функциями анимациями так что на мой взгляд это поинтереснее так давайте поменьше только это сделать есть немножко два раза можете кликнуть по любой фигуре вас открывается и дополнительные параметры это если вы находитесь в одном шейповом слое так ну давайте посмотрим насколько может быть вот эту фигуру еще чуть-чуть побольше вот чуть-чуть она там подмешивает какие-то темные оттенки себе да мне нравится давайте это так и оставим и все это вместе теперь можно взять и в прикомпоз объединить я назову это биджи 2 но потому что у меня уже есть в проекте одна композиция с названием биджи и давайте это заблокируем сразу же чтобы она у нас не появлялась в выборке и дальше мы начнем с рисования геометрических фигур потому что вся стилистика playstation она крутится до вокруг джойстика где там квадрат треугольник кружок и крестик вот давайте сейчас это сделаем я создам новый шейф и слой правой кнопкой мышки просто здесь щелкаем new shape player раскрываем его чуть чуть повыше это сделать и в принципе все кроме крестика делается из одной заготовки для этого мы добавляем сюда фигуру полистар и добавляем сюда также строк обводку звездочка нам сама не нужна поэтому давайте поменяем ее форму можно раскрыть полистар и здесь поменять тип стар на полигон теперь это просто многогранник и вот предположим вы хотите начать с квадрата давайте поставим здесь четыре стороны ну и вот вам квадрат если хотите можете повернуть его там на 45 градусов и тогда он будет идеально ровный ну или оставьте таким какой он есть принципе не столь важно а также толщину можно отрегулировать его сделаем чуть чуть побольше здесь же можно out radius изменить его состояние больше меньше сделать но в принципе меня устраивает толщину может быть чуть чуть побольше делаем вот и теперь делаем его трехмерным нажимаем на кубик у нас становится 3d слоем и также сразу же переходим в render то есть в движок нашей 3d системы и здесь ставим cinema 4d render чтобы мы могли выдавливать эти фигуры они просто работать с такими бесконечно тонкими картонками нажимаем ok раскрываем здесь свойства слоя да кстати можно это все взять группу выделить два этих компонента и нажать control g и у нас появляются новые вкладки опции геометрия давайте их раскроем и здесь можно немножко выдавить нашу фигуру сейчас я подсмотрю в свою шпаргалку и скажу вам точно какие у меня там были настройки хотя в принципе это не столь важно то есть это всегда можно сделать на глаз давайте поставим здесь где-нибудь 30 также выберем bevel style angular это у нас будут фаски но это же был депс можно пока на двойке оставить видите пока у нас нет никакого света в сцене вообще непонятно что мы сделали то есть выдавили мы его или мы просто его утолщили и фаски тоже не видно поэтому вводим сюда источники света создаем новый слой лэр нью light point light давайте интенсивность только поменьше сделаем нить процентов 80 кей так и давайте выйдем здесь из активной камеры на основе у 3 вот так будет гораздо удобнее смотреть выбираем обычный инструмент камера c shortcut ты можем вращаться зажима левую кнопку мышки и давайте передвинем источник света куда-нибудь левее сторону так слегка отодвинем видите сразу же грани объекта начинают подчеркиваться то есть это вот этот параметр bevel style и bevel depth можно его больше или меньше делать как вам больше нравится ну по-моему он у меня на двойке изначально стоял так один источник света пускай будет здесь дальше я могу сдублировать и например на виде сверху если здесь поменяете отодвинуть его в другую сторону пускай будет здесь и поближе к камере так давайте снова вернемся на красном view 3 нужно еще чуть-чуть вот отодвинуть так ну и давайте поменяем цвет самой фигуры потому что мне сейчас не очень нравится как она выглядит особенно на белом таком фоне для этого просто выбираете обычным инструментом выделения шейповый слой и наверху меняйте цвет обводки тут все просто я думаю у вас не будет проблем с этим не возникнет никаких так давайте чуть-чуть светлее его сделаем и примерно вот так и также нам потребуется камера layer new камера создаем окей давайте попробуем поворачивать нашу фигуру если выбрать обычный инструмент поворота что здесь происходит ну да неплохо можно всегда еще раскрыть свойства нашей фигуры давайте оставим один источник цвета я просто хочу подчеркнуть еще больше вот эти ребра для этого можно раскрыть настройки материалов и поиграться здесь с настройками так ambient это у нас рассеянное освещение вроде бы нам не нужно diffuse тоже хорошо смотрится specular intensity вот это то что нам может помочь видите изменяя этот параметр мы как бы больше яркости добавляем на края объекта не нравится можно на максимум вообще выкрутить specular шайни нас давайте попробуем его но нет можно всегда нажать правой кнопкой мышки сделать reset и уже начинать работать с исходного значения так давайте попробуем включить второй источник света ну видим что у нас идет пересвет явный даже на красном view 3 если зайти поэтому здесь вы начинаете играться уже с настройками самих светильников то есть всегда можно выбрать источник света нажать t на клавиатуре то есть показать его прозрачность и поменьше его сделать этот и может быть этот тоже то есть таким образом вы просто подгоняете под себя те значения которые вам нужны мне кажется неплохо плюс он еще будет вращаться все это будет в движении всегда можно еще дополнительные источники света сделать плюс у источников света если вы два раза по ним кликните есть такая функция как фаллов то есть вы как бы задаете некий радиус в котором он будет действовать сильно и уже после этого радиус он будет постепенно затухать так можно создать источник света который будет например работать только когда ваша фигура будет подлетать камере так давайте все закроем отменим так вот смотрите как удобно если мы сейчас за анимируем эту штуку то все что нам нужно сделать будет потом чтобы получить круг или получить треугольник это зайти в настройки самого шейпового слоя и поменять полистар паз например поинты сейчас стоят на четверке если мы поставим тройку да мы получим треугольник если мы захотим круг ну поставьте здесь я не знаю сотку это такая аппроксимация круга будет из просто множество многогранников при этом если вы начнете вращать объекта в какие-то моменты вот здесь вот на этой грани вы заметите вот эти переходы да но снова если потом наложите еще motion blur на движение этой фигуры то это все смоется но если вам все равно и кажется это грязновато то опять же можете приподнять еще сильнее количество поинтов там не за 200 только учитывайте что все это на скорости анимации проигрывания тоже будет отражено поэтому для быстрой работы я вам рекомендовал использовать здесь ну не знаю там 64 этого будет достаточно чтобы фигура выглядела круглый а потом уже при рендере вы поднимите просто это число там до 200 до 300 и ни один глаз уже не отличит вот эти маленькие маленькие такие сегментации друг от друга и так давайте теперь переходить к анимации здесь вообще все просто то есть нам понадобится обязательно позиция можно зайти трансформация позиция масштаб и наверно x y еще возьмем повороты так нажимаем you чтобы все это увидеть вся анимация будет ну где-то 30 35 кадров так у меня было в оригинале ну тут уже зависит то насколько вы это все динамично хотите так часто зафиксировали начальные точки и по позиции давайте отведем ее по оси z эту фигуру подальше это как бы глубина насколько далеко она от нас ну прям можно сильно ее отвести не за 5000 бейте вот он там далеко далеко и очень маленькая ну и масштаб вначале сделаем по нулям тоже чтобы мы не видели эту фигуру повороты тоже можно нулевые оставить так сейчас я посмотрю немножко свыше порогалку да давайте на тридцатом кадре сделаем следующее значение значит по оси z по позиции то есть если ноль это вот это оригинальное положение то здесь мы поставим еще ближе чтобы она на нас как бы летела для этого мы в отрицательное значение и уводим то есть да немножко нелогично вроде ближе к нам и отрицательное должно быть но так работают координаты с этим ничего не поделаешь и тут можно прям сильно сильно на нас например там где-нибудь минус 1300 делаем нет даже этого не хватает хотя это уже зависит еще от угла поворота потому что сейчас мы будем вращать x и y rotation давайте попробуем тоже их немножко подбавить ну поворот по иксу я сделаю это 20 градусов то есть слегка отклоняется а вот поворот по игре сделаем побольше меня в оригинале 166 было но ведь все равно даже этого не хватает поэтому можно тогда по оси z еще ближе еще сильнее на нас увести вот примерно так то есть главное чтобы в конце этой анимации мы не видели эту фигуру чтобы она пролетела на нас и все где-то закончилась смотрим да кстати чтобы ускорить еще проигрывание можно нажать вот сюда и сделать качество просчета поменьше но это у тех у кого компьютеры слабые летит это кольцо ну да вот такая динамическая динамическое такое проявление а еще можно сделать что можно выделить начальные ключи и нажать например f9 чтобы они начинались плавнее и потом постепенно ускорялись и летели на нас и также чтобы масштаб закончился где-нибудь пораньше давайте его сдвинем так может быть так видим что у нас в конце кольцо становится черным значит нужно поправить положение источника света опять же выходим из нашей камеры на какой-нибудь кастом view мне сподручнее всегда использовать кастом view 3 не знаю просто как так повелось наверное и давайте этот источник света пододвинем наша задача чтобы в конце он тоже освещал мою фигуру так хватает немножко пододвинем вниз вот уже свет пошел видно так ну вот как-то так примерно смотрим плюс всегда можно еще заанимировать интенсивность самого источника света скажем здесь мне например кажется что 40 это мало я могу всегда сделать побольше и например на подлете когда эта фигура уже вот последний кадр чтобы здесь не было черноты да мы просто увеличиваем интенсивность но опять же вот эта чернота возникает только из-за позиции здесь наверное даже было бы легче создать дубляж этого источника света пододвинуть его вот сюда опустить вниз так чтобы не было черноты вообще не в один кадр и не в один момент времени ну да и видим что сейчас опять идет пересвет поэтому здесь я бы заанимировал прозрачность интенсивность этих источников света здесь она конец там скажем 40 процентов а в начале на поменьше будет главное следить чтобы фигура не была слишком сильно пересвечена и чтобы не было черных участков так неплохо ну и давайте сразу покажу можно создать adjustment player он плать игре к 5 и два варианта как можно создать motion blur чтобы у вас было размытие здесь во первых вы можете воспользоваться сторонним эффектом он платный rsb называется в принципе он создавался для того чтобы создавать motion blur из 3d хи то есть вы там рендерить так называемый motion пас и уже его используете для того чтобы на 3d без motion blur появился motion blur не знаю насколько доступнее объяснил но надеюсь те кто знает поняли меня вот а если вы просто возьмете самый эффект и накинете на adjustment он будет делать анализ по пиксельного изображения вашего и пытаться там как-то создать этот motion blur уже самостоятельно здесь у вас две основные настройки blur и mount и motion sensitivity там можно поменьше поставить чувствительность ну не настолько конечно вот и тогда в какие-то моменты движения видите у вас происходит размытие то есть нет вот этой четкости 05 наверное здесь перебор я бы 03 использовал вот а если у вас нету этого эффекта то вам придется воспользоваться стандартным эффектом он называется force motion blur только я сразу предупреждаю что он очень медленный его нужно ставить уже под конец когда все это настроить с ним делать тест или анимировать не дай бог еще ни в коем случае это не делать потому что это прям очень жестко затормозит ваш комп а видите он как будто бы дублирует ваше изображение и немного немного его по прозрачности размывает такой аналог эффекта эхо и здесь основной основной критерий качества это motion blur samples то есть чем больше бы его ставите тем больше вот этих копий тем плавнее происходит этот градиентный эффект размытия в движении ну а шатер англ это насколько сильно сильно он вообще заметен здесь то есть если вы хотите поменьше этого эффекта можно поставить не 180 например 90 видите это раздвоение но как бы ближе к фигуре начинает приклеиваться но при этом проигрывание все у меня умерла по факту если я сейчас нажму play то можно пойти там покурить кофе попить и уже вернуться посмотреть что там будет это не факт что он успеет все эти сколько 200 с лишним кадров прорендерить так что это уже в самый-самый последний момент накладывать если не будете использовать rsmb все пока избавлюсь от этого adjustment а пока мы не закончим со всем этим делом работать вот и дальше все что вы делаете это просто дублируете этот слой нажимаете you и изменяете у него конечные значения например по позиции вы можете сдвинуть его куда-нибудь вправо чтобы он уходил и например вниз и немножко поиграться с углами поворота примером вот так вот разворачивается и уходит смотрим да и теперь чтобы получить другую фигуру из этого давайте раскроем его давайте сделаем сейчас треугольник полистар пас говорим тройка и вместо кружка у нас уже летит треугольник единственно я бы сдвинул его по времени чуть попозже чтобы все-таки это было с каким-то замедлением здесь нужно еще поиграться с освещением мне кажется мы немножко рано начали вообще уже анимировать эти источники то есть я бы сначала собрал все фигуры даже несмотря на то что они там пересвечены или темные а уже потом расставлял светильники сразу для всех сейчас например круг меня устраивает а треугольник вот здесь вот нужно немножко корректировать потому что идет пересвет легкий и вот таким образом вы создаете ну там три четыре сколько кто хочет то есть я брал за оригинал сейчас могу вам открыть показать несколько фигур по моему 5 у меня было в итоге можно посчитать даже на камеру летят 1 2 3 4 5 ну да 6 нет обманул вас 7 в итоге до 7 это последняя фигура по которой мы будем делать переход это просто сам квадрат летящий давайте сделаем его из кружка все его с дублируем опять же отодвинул назад во времени здесь можно убрать анимацию по повороту пока что и давайте нажмем так обнулим ее так что-то он не хочет обновляться странно или я не на тот слой смотрим сейчас давайте соло сделаем почему-то он так странно развернулся это прям подозрительно так минус 45 минус 90 а потому что в ориентации точно все извиняюсь в ориентации это было а я смотрю углы поворота здесь тогда 90 оставим так и теперь мы можем просто взять контенс раскрыть полистар пас сделать четыре точки и у нас летит на наш на нас квадрат и ему уже сделать аккуратный поворот только по одной оси то есть только по игре вот этот разворачивать station вот так еще можно на всякий случай потому что фигура то должна вращаться по-хорошему относительно своего геометрического центра поэтому вы всегда можете зайти на вид сверху выбрать здесь топ где она у меня там лучше это делать либо в начальный момент по позиции в конечный потому что все-таки она влияет на перемещение нашего объекта так сейчас я приближусь зажимайте уай и просто перетягивайте его если зажимаете control то он найдет примерно геометрический центр вашей фигуры так выходим на активную камеру вот так он на нас летит раскрывается но и говорю надо добавить небольшой угол поворота небольшое вращение по оси y например в начале 0 зафиксировать эту точку а в конце 90 получается вот такое вот раскрытие опять сейчас я соло уберу раз фигура 2 фигура то есть чем больше фигуру вы накидаете тем динамичнее все это будет смотреться из на покажу вам как еще сделать крестик потому что на основе этого же приема мы будем следующую композицию собирать здесь опять стоит начать наверное с пустого шейпового слоя так шейп лэйр добавляем просто ректэнгл раскрываем сайс убираем замок и можем сделать его пошире или повыше и поуже немножко пускай будет 400 здесь дальше добавляем сюда заливку группируем все это дело и дублируем control d у нас две группы и 2 группы я просто поворачиваю на 90 градусов так rotation где у нас rotation вот он то есть пока работаем с 2d контуром и нам нужно это все дело слить чтобы это было единым как бы целом поэтому добавляем сюда теперь еще мерч пасс обратите внимание что его нужно добавлять когда у вас не выбрана ни одна из групп иначе он добавится в какую-то из этих групп и ничего не получится мерч пасс он работает как пасфайндер в иллюстраторе то есть он находит в общую общий контур слитых этих фигур и он даже сейчас уже показывает что он работает корректно то есть вот обводка видите правильно выдает общий контур ну кстати она нам здесь не нужна то есть мы будем использовать тот же самый фил как и на нашем объекте ну а дальше все те же самые манипуляции то есть вы делаете трехмерном раскрываете опции геометрии начинаете выдавливать прям можно те же самые параметры вбивать и у вас появляется объемный уже крест тоже не забываем фаски чтобы подчеркнуть края объектов и прям ту же самую анимацию просто берете и передаете на него принципе с этой первой частью все теперь мы перейдем уже в мой финальный проект я покажу как у меня все это устроено на таймлайне и дальше мы будем делать маску для перехода на видео что ж вот так у меня в финале это все выглядит давайте сейчас нажимаем play то есть видите чем больше фигур тем больше динамики и плюс я еще их раскидал таким образом чтобы они не появлялись все одновременно да чтобы какие-то уже были на экране плюс какие-то потом дополнялись и получается мы находимся в таком потоке из частиц каких-то геометрических и в конце выходим уже на финальный вот этот раскрывающийся квадрат и именно через него мы будем делать маску из источников света я использовал только два и еще один так называемый ambient light давайте без него покажу свете без него как раз остаются вот эти черные пятна все равно то есть двух источников света явно не хватает когда вы создаете слэр new light ambient это источник света который светит со всех сторон на вашу сцену то есть просто представьте что вы находитесь в гигантской белой сфере ну или того цвета который здесь укажите и она испускает свет нажимаем окей и его до после то есть видите она все вот эти вот моменты с чернотой убирает ну даже здесь мне кажется перебор поэтому можно всегда сделать ее еще поменьше очень удобно настроили сначала на обычных источниках света примерное освещение а потом уже подкорректировали его ambient light а причем будет прикольно если вы еще добавить это какой-нибудь оттенок могут получиться очень забавные результаты там немножко фиолетового он будет смешиваться с вашим основным светом но и там какие-то такие переливы будут происходить в ваших фигурах так давайте я беру ambient light и теперь нам нужно сделать маску на видео для этого мы просто берем и дублируем нашу оригинальную композицию всю со всеми вот этими слоями берем нажимаем control d раскрываем ее здесь все один в один и в принципе мне не интересует вообще все вот эти вот остальные фигуры меня интересует только та фигура через которую я буду делать переход то есть вот это поэтому все фигуры кроме нее я спокойно с этого дубляжа так это независимая композиция от оригинальной я просто удаляю все это дело дэвид можно отключить можно удалить выбираем фон вот и дальше я ставлю отдельным слоем белым просто это белый прямоугольник который я ставлю идеально ровно ну это можно сделать в последний момент времени можно сделать начальный момент времени я его просто ставлю сразу же за моей фигурой то есть вот видим что это прямоугольник он даже видите он входит в границе этого его основного прямоугольника но ничего страшного главное чтобы он стоял за чтобы мы видели вот эту толщинку на нем то есть это будет моя маска для проявления давайте выйдем на активную камеру и чтобы его не анимировать я просто взял и пропарентил его сюда давайте покажу вам случай если он у вас где-то создался неправильно ну то есть предположим в этом создали вообще где-то вот там да и вам нужно по-быстрому уже перетащить его в движущуюся фигуру это делается очень просто давайте уберем зависимость то есть вот вообще нет никакой анимации это просто статичная фигура сейчас чтобы ее моментально перекинуть координаты этого объекта и чтобы она повторяла его анимацию мы делаем parent этой фигуре на главную фигуру с зажатым шифтом то есть просто тянем отсюда сюда и зажимаем shift и бац она моментально встает в ту его координату при этом она повторяет его угол поворота и повторяет дальше уже всю анимацию потому что работает parent единственное что здесь можно сделать это слегка и и отодвинуть назад ну можно себя проверить если прям точно хотите на виде сверху сейчас мы приблизимся то есть вот мы ее отодвигаем ну вот так скажем активная камера все идеально дальше мы вырубаем источники света они нам здесь тоже не нужны и у вот этого основного слоя мы просто меняем цвет синего на черный в итоге мы получили композицию в которой все вообще элементы черные кроме только вот этой вот летящей маски которая движется уже с учетом анимации нашего главного компонента ну и все осталось это все вместе как-то за композить поэтому и просто создаем новую композицию закидываем туда нашу основную композицию и закидываем туда композицию с маской дать кстати назовем команд или control key называем и пускай это будет mask видео называться окей да и просто накинуть на него черный цвет фил опять же я нахожусь сейчас композиции с маской не перепутайте главное окей вот идеально при этом их ни в коем случае нельзя двигать относительно друг друга потому что здесь сейчас тайминг по анимации синхронизирован то есть то что у нас происходит в главной композиции то же самое происходит и здесь если вы в главной композиции возьмете и случайно пододвиньте какой-нибудь из основных слоев или маску вот эту то в итоге все у вас полетит поэтому это нужно делать уже когда вы точно уверены в финальной анимации так ну и давайте возьмем какое-нибудь видео у меня здесь было какой-то кусочек сейчас найдем его видосы трейлеры так ну во например из этого из дэс трендинга есть симулятора курьера давайте вытащим его отсюда прям можно целое видео взять закинуть потом уже это все руками обрежете если необходимо будет так давайте проиграем дадим ему какое-нибудь время надеюсь нас не забанит за то что мы используем видос с трейлера по-моему на и 3 это было так раскроем побольше сделаем и все теперь мы берем этот эту маску ставим над видео и видео говорим что ты у меня будешь работать полюма маски то есть он будет искать яркие пиксели вырезать их и проявлять там наше видео ну и либо ли лима инверсии без разницы давайте проверим только звук можно вырубить ну да вот у вас переход дальше уже нарезайте видео там какой-нибудь монтаж разные игрушки разные трейлеры или фильмы без разницы так можно что угодно делать главное что у нас произошел этот переход и вот здесь как раз можно создать лэйр нью джаз мант ну или в принципе просто на мэйн композицию накинуть и применить motion blue rsmb так ну да вот так и все происходит только чуть-чуть поменьше все таки чувствительность у него и мощь размытия слишком сильная если хотите чтобы он и на маску действовал то просто перекладывать его поверх всего видите этот край тоже начинает размываться правда он может действовать и на ваше видео поэтому после того как у вас вот этот переход произошел да где-то вот здесь я бы заанимировал этот параметр blue remount просто на убывание 0 и также можно еще немного подчеркнуть саму видео чтобы она как-то поинтереснее проявилась а если накинуть на него эффект glow threshold можно поменьше сделать радиус побольше интенсивность тоже побольше чтобы он просто как бы сначала появлялся ярким и потом уже восстанавливал свое оригинальное значение вот до вот после ну и чтобы не анимировать там одновременно threshold радиус и интенсивность можно раскрыть вообще свойства нашего слоя раскрыть эффект раскрыть glow и найти там параметр композитинг options и заанимировать его на 0 процент вот у нас такой переход получается что видео сначала вспыхивает и потом плавно-плавно возвращается к оригиналу может прям здесь его очень сильно сделать так и в начальный момент времени пускай мы тоже не будем видеть этот эффект он как бы нулевой потом он вспыхивает и возвращается что же вот так вот действует сам переход на видео и дальше мы посмотрим как можно создать этот плавающий воздухе джойстик который как будто заполнен какими-то энергетическими линиями ну и посмотрим как на нем тоже переход работает так ну и давайте теперь посмотрим как можно заанимировать вот эту геометрическую фигуру где у нас такой крест символизирующий опять же джойстик ну или правую сторону джойстика playstation вылетает то есть опять же я раскидал здесь геометрические фигуры то есть рассказывать как это делать я уже не буду потому что ну я думаю вы сами догадаетесь что там как это рисуется как расставляется ну и простейшая анимация опять же позиция x y поворот все больше ничего здесь нету и дальше вся магия уже заключается в эффекте который мы на это накинем давайте для начала только главную фигуру определим итак эффект называется вегас очень старенький эффект мне кажется ему лет больше чем мне даже итак накинули его у меня просто здесь уже есть за анимированная копия поэтому не удивляйтесь что он второй лежит и видим что какую-то чушь он нам тут делает то есть по-хорошему что мы хотим сделать мы хотим очертить контуры этого объекта такими энергетическими линиями и заставить их бегать по самому контуру а он нам какой-то круг показывает поэтому первое что здесь нужно сделать это зайти во вкладочку image contours и немножко поиграться с этим параметром threshold пропускная способность этого эффекта видите он тут определяет даже границы немножко градиента но при этом чем меньше мы его делаем тем больше он прижимается к краям ну и здесь где-нибудь 45 вот поставили и уже выглядят неплохо то есть у нас появляются вот такие вот линии двигающиеся по контуру моего объекта ну и чтобы они двигались естественно мы должны это все дело за анимировать но прежде чем мы это сделаем давайте во первых количество этих линий уменьшим то есть сейчас стоит сегментация 32 это очень много давайте поставим где-нибудь двойка дальше blend мод давайте выберем transparent чтобы мы видели только линии что видите у меня изначально была там какая-то заливка но заливка мне здесь вообще абсолютно не интересует то есть только только вот эти вот сами движущиеся линии ну и наконец чтобы все это дело двигалось у нас сам есть параметр rotation мы его можем заанимировать ну и я просто на него написал expression time умноженное там на 160 сюда тоже это сделаем time умноженное на 160 чтобы они двигались то есть вот такая вот анимация так дальше можно немножко поиграться с длиной чтобы не были на всем протяжении моего объекта где-нибудь там знаю 65 поставить так random face можно нажать немножко поиграться с рэндом сидом чтобы хаотичности добавить этому движению и также можно еще заанимировать параметр ввыц эта толщина то есть чтобы они например появлялись потолще ему 4 а в конце уже утоньшались или наоборот увеличивались потому что видите здесь при приближении к камере они утончаются если вы хотите сохранить эту толщину то можете сделать просто побольше это все дело начале наоборот поменьше так ну и дальше поиграться с параметрами start opacity midpoint opacity midpoint position они все отвечают за расположение вот этого градиента то есть это общая прозрачность это прозрачность этого хвоста это положение где у вас находится эта . прозрачности в общем поиграетесь и придете примерно вот таким настройкам как у меня можете посмотреть если кому-то интересно то есть вот так это все сейчас выглядит движущиеся две такие линии по контуру объекта ну и плюс я накинул такой же эффект на все мои геометрические фигуры просто я не стал их анимировать то есть это все статичные фигуры теоретически вы могли вообще вегас не использовать а просто создать одну линию просто у вегаса прикол в том что он создает такое легкое задухание на контуре этой линии ну и дальше просто для опять же небольшого такого декора я добавил еще один слой позади него который как будто бы делает объемным то есть второй такой же слой да если без эффекта дублировал чуть-чуть по оси z сдвинул и все они вместе теперь двигаются видим здесь опять же ничего сложного нету простейшая анимация просто немножко с эффектом вегаса у вас появляется вот эта вот энергетичность в контуре объекта давайте я выйду назад и посмотрим как мы здесь дальше будем действовать надо только чуть-чуть здесь прибраться а то прям перебор итак дальше у меня уже после того как произошел переход на видео идет какая-то склейка ну в оригинале я использовал кадры из человека паука и потом просто резко появляется видим вот этот вот элемент сам по себе он сейчас кажется скучным не особо вписывается в композицию с видео давайте на секунду видео я уберу поэтому нам нужно сделать это все повеселее чтобы добавить энергетичности естественно мы будем использовать эффекты glow я его здесь сделал в несколько итераций то есть первый glow он создает такое общее свечение вот можете его настройки посмотреть ничего особо не менял вот второй glow поярче сделал и третьим glow чтобы прям совсем ярко это было неон-неон такой яркий ну и чуть-чуть тинтом я обесцветил потому что мне не понравилось то что он чересчур желтым был вот в принципе все и теперь если включить вместе с видео то это все выглядит намного естественнее хорошо еще если у вас в самом видео присутствуют те оттенки которыми вы используете при рисовании этих фигур то сейчас они желтые хотя там на дальнем плане зеленые какие-то участки есть у ящер по-моему или кто это ну и все равно это смотрится пока что немножко дешево поэтому чтобы это все скрасить что мы будем делать естественно добавим флару это всегда каждый тварь и как говорится по фларе создаем просто новый solid и накидываем на него optical flares тоже скажу для тех кто там не знаю первый раз может быть открыл after effects optical flares это платный эффект так что можете его с удовольствием купить потому что он будет использоваться очень часто в ваших работах по поводу настроек самого optical flares давайте вам покажу здесь все ну банально и просто ведь я не стал заморачиваться то есть это один из пресетов который мне кажется я слегка доработал немного убрав какие-то лишние части и по-моему добавил вот этот вот белый точнее синий контур ну все это делается просто из пресетов либо набираете их самостоятельно либо из пресет браузера выбирать какой-то уже готовый и его там модифицируете немножко окей дальше я практически в по кадровом режиме заанимировал позицию этого эффекта то есть вот у него основной параметр позицию x y и я сделал так что как будто бы она движется по контуру этой линии просто отследил его там по пять кадров двигаемся сюда 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 видите она постепенно постепенно повторяет его ну и также заанимировал яркость и масштаб чтобы он начинался с маленькой флары и увеличивался ну и в какой-то момент он видите настолько сильно увеличивается что происходит переход уже по белому фону тут ничего рассказывать не нужно тут просто происходит кат и вы выкатываетесь уже на финальный ваш шот с логотипом давайте зайду тоже сейчас покажу то есть тут уже так как никакой новой информации нету я не делаю это с нуля просто чтобы сэкономить время урока а то он и так получится очень большой кажется то есть видите это оригинальная композиция с этими фигурами просто где я сделал только одну фигуру оставил и там в середине проявляется логотип за ней логотип это просто картинка скачаны с интернета и я заанимировал у нее glow эффекты хотя если бы я нашел иллюстратор иллюстраторский файл то там меньше было мороки потому что видите мне пришлось отделять там сначала была у меня такая картинка еще в оригинале мне пришлось отделить через эффект set matte черный фон немножко поиграться с настройками этого контура залить это все филом и перекрасить короче геморройный вариант на мой взгляд есть гораздо проще если вы просто скачаете сам логотип ну и glow да тоже чтобы он вначале сиял и в конце постепенно постепенно спадал на нет ну мы это все делали уже в самом видео то есть тут ничего сложного вообще и в итоге у нас если все вместе это проиграть получается что-то наподобие этого ну что друзья наш урок подошел концу мне кажется я вам показал все что хотел вроде бы никаких секретных фишек здесь больше нету то есть в конце вы можете немного поиграться с цветокоррекции общей добавить контраста добавить хроматических аберраций опять же если это необходимо но в целом композиция разобрана и получилось достаточно эффектно надеюсь вам понравилось с вами был Михаил Бычков с сайта videosmile.ru и увидимся уже в следующих уроках ну или на стримах ну или на стримах ну или на стримах